Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня мы с вами разберем ведьму, которая будет качаться как некромант и наносить урон с помощью своих приспешников, это скелетов. И что касается этого геймплея, то данный пятовод тоже наносит немаленькое количество урона. Сборка будет реализовываться через шлем барон, а это значит, что часть силы, которую будет иметь наш некромант, будет переходить на наш скелетов. То есть скелеты будут мощнее дамажить. И в отличии от зомбовода, здесь особо сильно упарываться в сторону силы не стоит. То есть чем больше силы поднимете, тем будет лучше. То есть в некоторых случаях можно будет немножко и сэкономить. Потому что даже имея всего лишь 900 единиц силы, а это немного для такого некроманта, этот пятовод будет дамажить отлично. Точнее и его скелеты. Ну и если вам интересно, то давайте разберемся с билдом и с экипировкой. Поехали! Итак, что касается данной сборки, то я использую броню брюхозверя. Потому что эта броня неплохо будет повышать наш показатель здоровья, а также поднимать сопротивление ко всем стихиям. Если вы, допустим, захотите сэкономить, то вы можете взять, допустим, не данную броню, а какую-нибудь желтую, где есть как можно больше здоровья. А на желтой броне еще словить себе дополнительного скелета. То есть тут как хотите, ну или как позволяет вам бюджет. Что касается же брони брюхозверя, то ее без проблем в этой сборке можно использовать. Потому что здесь используются всего три синие гнезда. Но покрасить три синие гнезда физовой брони, да в принципе даже не важно физовая или не физовая, это не проблема. На голове у нас располагается шлем-барон. Этот шлем будет добавлять нам силу, но также переводить половину нашей силы непосредственно нашим приспешникам. Другими словами, поднимая их здоровье, а также их урон. Что касается бонуса на зомбарей, который дает данный шлем, он нас здесь конкретно не интересует, потому что зомбарей мы в этой сборке использовать вообще не будем. Главное, что нам надо от этого барона, что наши скелеты получат дополнительный баф по урону. На шею мы вешаем амулет Астроментис. Он нам нужен для того, чтобы повышать наши характеристики. А значит опять-таки мы будем усиливать наших скелетов и здоровье, и урон. На поясе у нас находится обод гиганта. И с помощью этого пояса мы будем поднимать свое здоровье, а опять-таки будем повышать наши характеристики. То есть опять-таки усиливать этим самым наши скелетов. Кроме того, благодаря механике этого пояса мы избавляемся от поджога. На ногах у нас располагаются ботинки Торпа Войны Альберона. И с помощью этих ботинок мы получаем одного дополнительного скелета дополнительно. Ну а также будем повышать в процентном значении нашу силу. В качестве перчаток мы используем пустые мигинорда. Эти перчатки добавляют нам 100 единиц силы дополнительно. В качестве щита можно использовать в принципе абсолютно любой щит, который у вас есть. Главное, чтобы там было как можно больше здоровья. Ну а также если будет сопротивление к всем стихиям, это тоже будет приветствоваться. Я использую щит Раскаяние Львиного Глаза. Потому что как раз в нем довольно-таки маленькое количество присутствует с запаса здоровья. Что касается оружия, то я взял обычное оружие, с помощью которого я как раз повышаю свой урон от приспешников. Ну и остальные два не уникальные примета. Это два кольца. И на этих двух кольцах я как раз добирал того, чего мне не хватает. Это безусловно здоровье, а также сопротивление ко всем стихиям. Теперь, дорогие друзья, давайте разберем наши связки. И главная связка находится у нас в броне. Это шестеренник. Основное наше умение это сотворение скелета. Но остальные камни этого приспешника будут бафать. Камни следующие. Это голодное остернение. Далее раскатистый удар. Затем урон приспешников. Потом физический урон ближнего боя. Ну а также беспощадность. Следующая связка располагается у меня щите и камни следующие. Это сотворение чар при получении урона, которое будет запускать камень осквернения. То есть на земле будут создаваться трупы. И по этим трупам будет применяться умение подношения плоти. Другими словами, мы будем повышать скорость атаки наших скелетов. Следующая связка располагается у нас в ботинках. И камни тут следующие. Это аура холодная ненависть. Она будет даровать нам дополнительный урон нашим петам от холода. И чтобы эта аура полноценно работала именно конкретно на наших скелетах, мы используем камень щедрость. Кроме того, мы тут еще используем камень наставник. Я использую четвертого уровня. Хотите сэкономить, можете использовать третьего уровня. Для того, чтобы как раз таки эта холодная ненависть резервировала меньше маны. И обособленно у меня тут располагается аура ясность ума. Для того, чтобы быстрее восполнять с ней ману. Так как для призыва наших скелетов мы постоянно-постоянно-постоянно будем расходовать ману. Следующая связка располагается у нас в перчатках и камнях тут следующая. Это сотворение чар при получении урона. И когда я этот урон буду получать, я буду запускать следующие скиллы. Первое это остальная кожа. С помощью этого скилла я буду получать часть получаемого урона. Ну и третий камень это призыв трупного голема. Он как раз таки будет бафать с моих приспешников. Ну и четвертый камень здесь можно использовать здоровье приспешников. Дабы дорывать нашему голему дополнительную защиту. Далее связка располагается в моем оружии. И тут у меня связки перемещения это огненный рывок, но также ускоренный сотворение чар. Третий камень у меня в этой связке это сбор. То есть с помощью этого камня я буду контролировать противников, притягивая их к себе. Кстати этим действием я также буду их еще и выхиливать. Ну и последняя связка располагается у меня в головном уборе. И тут у меня связка петов, которые по сути будут бафать нашу группу. Что рум, что защиту. Итак, камни следующие это сотворение призрака. Дальше магия крови. Затем здоровье приспешников, ну а также аниматрон. И тут хотелось бы остановиться на двух этих приспешниках. Для начала начнем с аниматрона. Что касается аниматрона, то сами понимаете на него надо надевать предметы, чтобы он запустился. Поэтому что это за предметы вы сейчас видите перед своими глазами. Это посох, ботинки, броня, ну а также головной убор. Эти предметы недорогие, а самое главное, что они будут увеличивать урон наших скелетов. Что касается перчаток для аниматрона, то берите обычные желтые перчатки. Главное, чтобы в них было как можно больше здоровья. Будут резисты, это тоже будет приветствоваться. Но что касается призраков, то нам потребуется три типа призраков. Это две обезьяны. Ну и эти обезьяны, одна будет даровать нашей группе заряды ярости, вторая обезьяна будет даровать нашей группе заряды энергии. Ну а также нам нужен некромант, он же сатанист. Но этот некромант на противника будет навешивать проклятие слабость. То есть они по нам будут наносить меньше урона. Из флаконов мы используем кровь коруи, далее базальтовый флакон, затем серебряный флакон, потом гранитный флакон, ну а также ртутный флакон. Что касается квеста с бандитами, то мы убиваем абсолютно всех разбойников, дабы получить два дополнительных очка пассивных навыков. Но по понтону сверху мы выбираем или душу Солярис, или душу Лунарис, ну а снизу душу Градкул. Ну и это все, что касается нашей экипировки. А теперь давайте разберемся с деревом пассивных навыков. Изначально о пассивке Восхождение. Итак, как только мы проходим наш первый лабиринт, мы ведьму превращаем в некроманта и идем в сторону пассивки Бездумная Агрессия. После второго лабиринта мы забираем Неестественная Сила. После третьего лабиринта мы забираем Костяная Преграда. Ну и после четвертого Уберлабиринта мы забираем Повелителя Тьмы. Это вот были наши такие пассивки Восхождение. А теперь давайте посмотрим на дерево пассивных скиллов в целом. Ну а вот и оно. Если что, напоминаю, что ссылка на него будет находиться, как всегда, в описании под роликом. Так что переходите, и при необходимости с деревом можете подробнее разобраться. Теперь давайте разберем его главные аспекты. Итак, мы играем петоводным геймплеем, а это значит, что мы должны поднимать урон от наших приспешников. Поэтому на этом дереве выбрано немало количества пассивок, которые как раз-таки этих скелетов будут усиливать. То есть повышать урон от приспешников. Также у нас имеются две пассивки. Одна находится здесь, вторая находится вот здесь, которая будет нам дорвать дополнительных скелетов. Но все остальные пассивки, которые существуют на этом дереве, они будут заботиться о нашей выживаемости. То есть мы будем, естественно, поднимать свой показатель здоровья. Потому что чем больше здоровья у нас будет, тем для нас будет лучше. А также мы заботимся о повышении показателя силы. Потому что сила, как ни как, тоже будет повышать, что наше здоровье, что здоровье наших приспешников. А самое главное еще и урон тоже будет повышать приспешников. Так что дополнительная сила здесь только приветствуется. Что касается самосветов, то я использую один самосвет туша. Потому что этот самосвет повышает в процентном значении показатель силы. Ну а далее я использую один самосвет и бездны. Но с помощью этих самосветов я повышаю свое здоровье, а также урон моих петов. И в принципе это все, что касается данного дерева в целом. Напоминаю, если что, ссылка на него будет располагаться в описании под роликом. Так что переходите, ну и ознакомьтесь. А теперь мы давайте ознакомимся с геймплеем, который я вам продемонстрирую при битве с шейпером. Но в отношении данного геймплея, дорогие друзья, то он опять-таки однокнопочный. Ну или двухкномочный. То есть у нас имеется умение перемещения. Это огненный рывок. Ну и с помощью этого скилла мы будем очень неплохо уворачиваться от этого противника. Это естественно в одном случае. А в втором случае это ускоряет свое перемещение. Но второе наше умение это непосредственно призыв скелета. Что касается этих скелетов, то вы должны понимать один момент. Что вы призываете скелетов. Во-первых, вы когда призываете скелетов, вы призываете за один присест сразу 4 пета. То есть прожали этот скилл трижды и вы призывете один со скелетов. Это раз. И в принципе больше это умение спамить не надо. Скелеты попросту будут всех уничтожать. Но если вы будете отходить от них на довольно кинушительное расстояние, они начнут исчезать. Поэтому вы можете или же использовать умение сбор, чтобы притянуть этих скелетиков к себе. Или же когда найдете уже новые мишени для этих петов, вы можете опять-таки начинать их призывать уже в нужном для вас месте. То есть можете действовать или так, или так. В любом случае, что один вариант, что второй вариант, для вас не будут составлять никакого неудобства. Маны у нас будет хватать. Регена маны у нас тоже будет хватать. Поэтому запускайте этих скелетиков куда вам только угодно. Когда вы будете уничтожать все новых-новых-новых противников, будет настакиваться ваш камень скелет Ивал. Ну и что касается этого умения, то в принципе на пробежки по картам оно нам не особо сильно потребуется. Но вот уже когда будете сражаться за боссом, там этот скилл можете ображать. И вы на этого босса обрушите еще больше скелетов. Также не забывайте про ваше умение костяная броня, которая становится возможным благодаря пассивкам восхождения. И с помощью этой брони вы будете получать дополнительную защиту. Также избавляя себя время от времени от кровотока. Так что как видите, все просто, не сложно, однокнопочно. Но на этом я свой ролик буду заканчивать. Что вы думаете о сборке, пишите в комментариях под роликом. А я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр. И желаю удачи в фармингейме. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока.